Если человек был праведным, и его жизнь в могиле, вот как она проходит до судного дня, ему только показывают место пребывания утром и вечером, или же это что-то наподобие нашей повседневной жизни? Как говорят учёные, смерть и после смерти жизнь очень сильно похож. На сон. Во сне человек как бывает? Если плохой сон видит, его наказывают, просыпаются усталым, всё чувствует он. Также, когда он видит во сне с кем-то, с любимыми людьми, приятное, где-то в хорошем месте, наслаждается, просыпается, как будто он и там живый был. Также учёные говорят, сон тоже сильно близко, не говоря стопроцентно, смерть тоже очень близко к сну. Из-за этого праведный человек, когда умирает, ему расширяют могилу, куда у него зрение доходит, и столько же, некоторые говорят, 70 зира, имеется локоть, со всех сторон. Потом принесёт ему пастель из, из пастель рая, и его могила будет для него, это с садом, из садов рая. Наслаждается, пока не наступит судный день. Наоборот, неправедный человек, или кафир, мунафиг, для них, что сжимается этот могил и не отпускает. Праведный человек сжимает, резко отпускает, а неправедный сжимает и не отпускает, даже, пока эти ребры друг к другу заходят. И будет, когда им этот, допрос делают тоже, ангелы приходят, с такими злыми, этим плохим видом и наказывают там же, и показывают его место в аду, постоянно открывают окошко утром и вечером, как... Чтобы он знал, что его ждёт. Что ждёт и наказывают. И ему могила тоже будет из пастели этого ада. Таким наказанием наказывают кафиров, мунафигов и грешних. Субтитры создавал DimaTorzok